О мирном потенциале военной промышленности сегодня много говорили в Туле. В город, который называют оружейной столицей России, приехал президент. Он посетил одно из ведущих предприятий ОПК и провел специальное совещание. Обсуждали использование сил оборонки для выпуска не военной, но технологичной продукции. Репортаж Тимура Сиразиева. Предприятие «Сплав» знакомо лишь профессионалам, а продукция завода известна на весь мир. Здесь разрабатывают системы залпового огня, град, ураган, смерч. Сейчас главная задача, стоящая перед всем военно-промышленным комплексом, в 2020 году обновить вооружение армии до 80%. В этом году доля новой техники уже приближается к 50%. И самое время подумать о том, чем будет загружен военно-оборонный комплекс после 2020. Потенциал нужно использовать для производства гражданской продукции, заявил президент. При выпуске гражданской продукции нельзя ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести, ориентируясь на потребности передовых, наукоемких отраслей. Почему? Потому что деньги мы вкладываем в очень сложное оборудование сегодня, дорогостоящее и очень сложное. Выпускать на этом оборудовании в сковородке недопустимо. Нужно ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и судостроения, на космос, информационные технологии и связь. Потенциал для решения этой задачи у наших оборонных предприятий безусловно есть. Они располагают крепкой производственной технологической и кадровой базой. Владимиру Путину показали, что уже сделано тульскими мастерами военного комплекса. Здесь и модели новейших диагностических и лечебных комплексов и образцы хирургических лазеров. Именно учреждения здравоохранения – главные заказчики гражданской продукции военно-промышленного комплекса. Как заявила министра здравоохранения Вероника Скворцова, в прошлом году доля отечественного оборудования в больницах и поликлиниках была меньше 18%. В этом году уже 35%. И сотрудничество с оборонным комплексом помогает выполнить поставленную задачу. 60% оборудования должно быть российского производства. Нам необходимо, Владимир Владимирович, переходить к централизованному заказу на медицинские изделия, на среднесрочную и долгосрочную перспективу, на 3-5 лет, на основе планового прогнозирования и монетарирования системы. Мы к этому готовы. У нас первичный заказ. Мы уже представляем, каким образом он сейчас… Производители как раз это… Да, они этого и хотят. И на наш взгляд это абсолютно целесообразно. И в этом случае и для предприятий оборонно-промышленного комплекса, понимая их возможности, мы можем существенно нарастить объемы производства. Нужно думать не только о том, что производить завтра на военных предприятиях, но и о том, кто будет этим заниматься. Исполняющий обязанности губернатор Турцкой области предложил создать научные роты не только в вузах, но и в суворовских училищах. То есть уже с малых лет на базе суворовских училищ собрать особо одаренных ребят и уже их начинать подготовку по усиленной математике, по физике, для того, чтобы в скором времени они уже с малых лет были подготовлены не только как командиры объединений и подразделений, но и которые влились бы именно в оборонно-промышленный комплекс. И специалисты, офицеры, у нас вооружение улучшается, становится сложнее, и как раз специалисты, офицеры, операторы для более сложных систем управления. Поддерживаем эту идею, у нас же хорошая идея, она такая, ранний профессиональный арендарь, ребят, которые в дальнейшем продают либо высшее учебное заведение. И Роскосмос высоко готова. Взять под контроль базовые кафедры, классы по физике, математике, астрономии, биологии и так далее. С вот этими научными рутами очень хорошая идея, так что ребятишек там можно будет не только искать наиболее талантливых, перспективных, но и работать с ними нужно будет. А если вот то, что Дмитрий Леонидович сказал, еще и наладить прямые контакты с высшими учебными заведениями, с производством, то вообще будет идея. Очень хорошо, согласен. Суворовское училище и стало следующим пунктом программы визита. Сюда Владимир Путин приехал на машине УАЗ Патриот. Президент на пассажирском сидении с рулем исполняющей обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Старое училище было закрыто в 60-х годах прошлого века. Решение возродить Суворовское президент принял в марте. Первый камень заложили 6 мая. Спустя всего лишь 4 месяца училище открыло свои двери. Уверен, возрожденное Тульское Суворовское училище сохранит и приумножит ценности Суворовской системы образования. Ее отличительной чертой всегда были глубокие знания, высокая культура и дисциплина, воспитание истинного патриотизма. Это особенно важно сейчас, когда наше общество восстанавливает историческую преемственность и связь поколений. Обращается к традициям и основам, которые на протяжении многих веков делали наш народ сильным и сплоченным. Для Тульской земли с ее богатейшими традициями, ратного и оружейного дела, это знаковое событие. У нас с большим чувством и очень искренне относятся к военной истории. Свои герои почти в каждой тульской семье. Их чтут, их помнят, ими гордятся. Так же, как почитают всех, кто на заводах и на полях сражений во все времена защищал нашу страну. Кто делал тульские рубежи неприступными. В их числе особое место занимает Анатолий Петрович Горшков. Президент вручил Суворовскому училищу знамя. И здесь же, в присутствии будущих военных, Путин передал дочери Анатолия Горшкова звезду Героя России. В октябре 41-го здесь регулярных войск не было. Дивизию, охранявшую город, бросили на другое направление. Но фашисты рвались к Москве, именно через Тулу. За 4 дня здесь формирует рабочий полк. Его командиром и был начальник управления НКВД Анатолий Горшков. Полк первым принял удар танковых колонн. У защитников города были лишь пулеметы, гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Они держали оборону 5 дней, пока не пришло подкрепление. Позже Горшков был одним из командиров партизанского движения Брянского фронта. И вот спустя 75 лет после тех героических событий Анатолий Горшков посмертно удостоен самой высокой воинской награды. Мечта Горшкова исполнилась. Построено прекрасное здание Суворовского училища. Он очень, это мечта, он очень долго говорил об этом, добивался, но не получилось. И только вот сейчас, 19 лет спустя, у нас есть училище такое. После церемонии открытия Владимир Путин осмотрел училище. Стройка еще продолжается, но уже сейчас это целый микрорайон. 17 гектаров. Живут суворовцы в двухместных комнатах. Еда 6 раз в день. И, как говорят сами подростки, вкусно, как дома. Есть здесь и бассейн, и ледовая площадка, а в кабинетах установлены компьютеры и интерактивные доски. Здесь химичить можно и нужно. Кабинет, где суворовцы познают основы естественных наук разделен на три части. Сначала за партами их обучают теории. В дальнем углу вытяжной шкаф, где проводят опасные эксперименты, а за этим столом идут лабораторные работы. Что сейчас изучаете? Знакомство с химической посудой и реактивами. На столах у нас есть медный купорос, хромат калия и хворит меди. Самое начало, самая основа. Скажите, пожалуйста, вот стол такой чистый, белый, новый. Не боитесь испортить, испачкать? Нет, специальное покрытие, которое устойчиво ко всем химическим реактивам. Не горит? Не горит. Всего в училище 240 воспитанников. Из них 76 – жители Тульской области. Остальные – дети военных со всей России. Большинство сами выбрали училище и уже решили, что будут защищать родину. Чтобы Берзал, что их может хоть кто-нибудь защитить. Чтобы мир спал спокойней. Ваша жизнь уже, вы знаете, чему будет посвящена, да, службе родине? Да. И вы уже не измените свое мнение? Нет. А если тяжело будет здесь, будут вас вот учить? Сожмем зубы, да? Сожмем зубы, да. Сожмем зубы и дальше пойдем. Тимур Сиразиев, Андрей Леонов, Олег Крупен, Первый канал, Тула.